Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Бехович. Теракт в Кабуле. Количество жертв продолжает расти. Кто заминировал машину скорой помощи? Гормональная атака. В Ужгороде школьные разборки закончились черепно-мозговой травмой. Украинская экспансия. Израильские власти в шоке от количества нелегалов из нашей страны. Что ждет их на земле обетованной? Трагедия в Афганистане. Сегодня в центре Кабула произошел масштабный теракт. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Вазир Акбархан, где расположены посольства зарубежных стран и государственные учреждения. Жертвами боевиков стали по меньшей мере 95 человек. Еще 150 были ранены. МИД Украины проверил информацию о гражданах Украины, которые находятся сейчас в Афганистане. По предварительным данным, наши соотечественники не пострадали. Все подробности в материале. Мощный взрыв прогремел в центре Кабула ровно в полдень. Террористы заложили взрывчатку в машину скорой помощи. Смертник беспрепятственно миновал первый КПП при въезде в дипломатический квартал. Охране заявил, что везет пациента в больницу. На следующем пропускном пункте машину остановили сотрудники служб безопасности. Тогда боевик привел в действие бомбу. Взрыв был такой силы, что в радиусе сотен метров в домах и офисах выбиты стекла, а некоторые строения обрушились. Если бы террорист подъехал к зданиям, жертв было бы больше, говорят очевидцы. Я был в своем бронированном автомобиле, когда внезапно произошел взрыв. Представьте, он разрушил мой автомобиль. Мне повезло, я был на заднем сидении, но мой водитель получил серьезную травму. В результате теракта погибли 95 человек. Еще 150 получили ранения. Неподалеку от места трагедии находятся посольства Швеции и Нидерландов, а также здание национальной директории по безопасности. Именно оно могло быть главной целью атаки, считают в полиции. Власти уже объявили, это самый масштабный теракт в Кабуле за последние 8 месяцев. Я услышал очень громкий звук, полетело стекло, и я увидел множество погибших и раненых. Полицейские пытались вывезти их на своих машинах и скорых. Никто даже не проверял, живы ли эти люди. Мы уже несколько часов находимся перед больницей скорой помощи. Все выходы блокированы, они не позволяют нам войти, и мы не знаем, где наши родственники. Всего неделю назад террористы устроили еще одну кровавую расправу. Талибы напали на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле. В тот вечер там были и наши соотечественники, стюардессы, пилоты и авиаинженеры. Жертвами боевиков стали 7 украинцев, которые по контракту работали в афганской авиакомпании. Сегодня, к счастью, никто из украинских граждан не пострадал. Об этом сообщили наши дипломаты. Соболезнования семьям погибших и раненым в результате теракта выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Еще одна ужасная атака в Кабуле случилась сегодня. Мои искренние соболезнования афганскому народу. Ответственность за теракты и в этот раз взяла на себя группировка «Талибан». Вот уже 15 лет афганское правительство вместе с американцами и силами НАТО ведет с ними борьбу. Но «Талибан» не теряет позиции и распространяет свое влияние на новые районы страны. Наталья Шумакова, подробности, телеканал «Интер». От выстрела вражеского снайпера сегодня погиб украинский военный. Это произошло в районе Верхнеторецкого. Но по сообщению штаба АТО на Донбассе официально зафиксирован один обстрел. Санкции в отношении России будут усиливаться. Такую надежду на своей странице в Фейсбук Петр Порошенко выразил после встреч с американским руководством в Давосе. Президент приветствовал решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций. Ранее, напомню, штаты добавили в него более двух десятков человек и 12 организаций. В списке российские бизнесмены и чиновники, причастные к деятельности в аннексированном Крыму, а также боевики «Ордло». А в Совете Европы намерены противодействовать Украине. Такое громкое заявление в интервью «Укринформу» сделал вице-президент Пасси Владимир Арьев. По его словам, секретариату организации дают задание критиковать Киев. Говорят даже, что из-за неуступчивости украинцев сотрудникам не индексируют зарплаты. Причина такого поведения, по мнению Арьева, в неуплате России 50 миллионов евро. Это обязательный взнос. Москва, напомню, отказалась от платежей в прошлом году из-за спора о полномочиях российской делегации. А с 2014 года после оккупации Крыма и ситуации на Донбассе, эта страна лишена права голоса в ассамблее. Однако, открывая сессию, генсек Совета Европы настаивал на возвращении России в Пассе. В Кировоградской области четверо переселенцев с Донбасса могут в любой момент остаться на улице. Местная администрация разводит руками. Хозяин дома имеет полное право на это выселение. Кто создал эту ситуацию и кто теперь будет искать из нее выход? Разбирались мои коллеги. Скромный дом в центре Александровки. Здесь на 20 квадратных метрах проживают бабушка с внучкой и внуком. У мальчика инвалидность. В Александровку они приехали из Донецка. Отец детей остался там. Мама уехала на заработки. В этот дом три года назад их поселили местные чиновники. Соседи не остались в стороне. Помогли переселенцам отстроить и обустроить заброшенное помещение. Заросли, деревья пиляли. То лет развален был. Все это дело. Крышу делали. Ну стекла там стекла позастелили. Три с половиной года никто не трогал нас. И мы как-то думали, ну ему осталось полтора года доучиться до школы. Один из классов. Тогда бы я соврал и уехала. Но полгода назад в дверях с документами появился владелец дома. И потребовал, чтобы люди выметались прочь. Каждую ночь встаю среди ночи и думаю, боже, не придет ли он? Что будет дальше? Что? Куда идти? Кому идти? Некому. Не понимаете? Некому. Во второй части дома тоже живет переселенка Сталина Михайловна из Горловки. Женщина едва передвигается с помощью тросточки. Говорит, объявившийся владелец дома постоянно их терроризирует. Приходил, говорил, что я на вас ментов напущу. Присылал письмо, что вот вы мне 1 августа, чтобы выселились. Пусть найдут, куда мне бежать, я говорю. Или костылять, скорее всего. Люди никому не нужны. Никакие. Ни беженцы, ни коренные, никакие. Почему решил выселить людей именно сейчас и почему не был против их заселения 3 года назад, подробности попытались выяснить лично у владельца дома. Он живет тут же, в Александровке. Общение с журналистами избегает. На звонки не отвечает. Двери нашей съемочной группе также никто не открыл. В рай госадминистрации объясняют. Переселенцев в дом поселил предыдущий поселковый голова. Об этом он устно договорился с владельцем заброшенного на тот момент дома. Помешать выселению людей, говорят, чиновники не могут. Владелец дома имеет полное право требовать освободить его частную собственность. Поэтому советуют переселенцам искать съемное жилье. Мы дали сейчас оголошение районной и государственной администрации в нашу районную газету про то, что мы готовы разговаривать с властниками житла и рассматривать варианты по переселену. Он в прошлом номере уже вышел. Я думаю, они сами тоже должны это житло подшукувать. Вы понимаете, что это должны делать не только органы местного самовыродования и государственной власти. Они тоже должны шукать варианты, которые их должны бы задовольнить. Сейчас владелец дома пытается выселить людей через суд. В сельсовете пообещали, будут просить судью отсрочить выселение хотя бы до окончания топительного сезона. Киевские пограничники задержали гражданина России, которые находятся в международном розыске. Как сообщает Госпогранслужба, перейти границу мужчина пытался с помощью поддельного украинского паспорта. Документы купил в интернете за 1000 евро. Правоохранители не исключают, что задержанный был в составе террористической организации. И троих нелегалов с 9-месячным ребенком задержали в Закарпатье. Пограничники обнаружили их всего в 700 метрах от украинско-словацкой границы. У мигрантов не было с собой документов. Они рассказали, что являются гражданами Армении и пытались нелегально попасть в Европу. Позднее в одном из отелей возле Ужгорода задержали их возможного проводника. С собой у него было почти 8 тысяч евро. Это плата за содействие в переправке мигрантов. Количество украинских нелегалов стремительно растет в Израиле. На землю обетованную они устремляются в поисках работы. Но вместо этого они могут заработать здесь серьезные неприятности. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Израиль буквально переполнен нелегалами. Главный скандал здесь разворачивался в последнее время вокруг беженцев из Африки. Их собираются депортировать в Руанду. Но когда власти подвели итоги нелегальной миграции за прошлый год, то выяснилось, что нелегалов среди выходцев из бывшего СССР чуть не вдвое больше, чем африканцев. И абсолютное пальмопервенство здесь принадлежит, увы, украинцам. Только за прошлый год они подали около 8 тысяч прошений о предоставлении статуса беженца. Это больше, чем все остальные вместе взятые. Все это привело к печальным последствиям, например, для туризма. Очень многих украинцев прямо в аэропорту, в том числе и совершенно добропорядочных туристов, стали разворачивать и отправлять обратно. Каждый день в Израиль прибывают несколько рейсов из Украины. Большинство пассажиров этих рейсов возвращаются обратно на территорию Украины. По причине того, что их подозревают в желании остаться в Израиле незаконно. Жить или работать. Совершенно у всех разные причины. Но это факт. Сегодня государство Израиль не пропускает большое количество граждан Украины на территорию Израиля именно из-за этого опасения. Нелегалы из Украины приезжали в Израиль раньше, но в отличие от африканцев, вели себя здесь вполне пристойно. Ни в какой противоправной деятельности не участвовали. Просто работали, хоть и нелегально. Но в 2014 году, когда началась война на востоке Украины, этот поток резко увеличился, причем в разы. И выяснилось, что среди тех, кто просит статус беженца, масса людей, которых война вообще никак не затрагивает. Например, жители Киева или запада страны. Кроме того, появилось огромное количество фирм, которые предлагают быстро изготовить израильскую рабочую визу или израильские документы вообще. Все это фальшивки. В лучшем случае их обладатели ожидают депортации, запрет на въезд на 10 лет, а в худшем можно и угодить в тюрьму. Тут действует на самом деле очень простое правило. Израильскую рабочую визу можно получить только на территории Израиля. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Милош Земан остается на посту президента Чехии. Таковы результаты второго тура выборов. Разрыв между действующим главой государства и его оппонентом Ирджи Драгошем составил около 4% всего лишь. Президент в Чехии, эта должность в основном церемониальная. Однако Милош Земан регулярно привлекал к себе внимание прессы. Своей позицией евроскептика и пророссийскими заявлениями призывал, например, отменить санкции против Москвы. Его считают одним из главных адвокатов России в Европе. Из правых популистов в Мусульмане. Немецкий политик из партии Альтернатива для Германии принял ислам. Кто он и почему решился на такой шаг, расскажет Татьяна Лагунова. Она в Германии. Крутой разворот политик от ультраправой партии Альтернатива для Германии. Той самой, которая считает, что исламу нет места в немецком обществе и требует ограничить прием беженцев. Неожиданно сменил свои взгляды. Артур Вагнер, авторитетный функционер политсилы в Бранденбурге, принял ислам. Еще прошлым летом Вагнер критиковал Ангелу Меркель. Дескать, она пускает беженцев и тем самым превращает Германию в совсем другую страну. А несколько дней назад неожиданно признался в интервью одному из изданий. Принял другую веру. Теперь он мусульманин и покидает пост в партийной ячейке Бранденбурга. Журналисты пытались расспросить, что, как и почему. Но Вагнер на вопросы отвечать отказался. Мол, это его личное дело. А в руководстве альтернативы для Германии проявили поразительную толерантность. Вспомнили, что немецкая конституция гарантирует всем, в том числе и Вагнеру, свободу вероисповедания. Новость о том, что правый популист Вагнер принял ислам, перепечатали все европейские СМИ. И припомнили, что он не впервые меняет свою позицию. До вступления в ряды альтернативы для Германии Вагнер был убежденным христианским демократом. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Украине объединился ряд левых политсил. Такое решение приняли на съезде социал-демократической партии, в котором участвовали представители СПУ, партия пенсионеров, зеленые и депутаты от рабочей партии Украины. Левые хотят вместе бороться за права пенсионеров и профсоюзов. Среди приоритетных задач они планируют добиться большего финансирования регионов и повышение пенсии до 5000 гривен. А сегодня делегаты от объединенных сил выбрали также единого кандидата в президенты и стал им лидер СПУ Сергей Каплин. Левые продолжают объединительный процесс. Мы начали серьезные переговоры с партией Зелених и другими зелеными партиями. До нас сегодня объединялась работничая партия Украины. Сегодня это уже больше 10 партий и крупных общественных движений, которые объединялись в единый блок за простых людей. Мы приглашаем всех выходить с нами на улицу, бороться за интересы пенсионеров, работников, интересов села, за интересы страны и для того, чтобы побудовать мир над нашей головой. Это наши ценности, наш курс, наши идеалы и тот шлях, который мы пройдем до выборов и после выборов. Новых заказов для госпредприятий, как следствие повышения уровня зарплаты для рабочих, ожидают в Харьковской области. Об этом заявила губернатор Юлия Светличная во время посещения завода «Коммунар». Этот промышленный гигант в советское время производил высокоточную электронику для запуска космических кораблей. В последнее время у завода были не лучшие времена, но за два года ситуация изменилась. Сейчас предприятие собирает двери и полки для пассажирских вагонов Крюковского завода, счетчики электричества и воды. А не так давно коммунаровцы получили заказ от Укроборонпрома. Новые заказы позволят поднять работникам зарплаты как минимум на 20%. Надеются в области и на европейские инвестиции. Также обсуждать сотрудничество региональной власти будут с послом Европейского союза, который приедет в Харьков уже в ближайшее время. Сегодня предприятие уже не ориентовано на один рынок. Воно имеет суммежные заказы внутренних предприятий. Мы видим развитие и от внутреннего попыта. Бачим развитие и от внутренних заказов. Действительно, мы будем ориентовать, возможно, на суммежников, чтобы из государственных заказов свою долю работы выполняли и это предприятие также. В Харьковской области великая количество промышленных предприятий, больше 600, каждый третий заняты в промышленности. Это надзвучайно великая количество работников и жителей в Харьковской области. Поэтому будем особо уважать поделять развитие промышленности. В Закарпатье на школьном дворе старшеклассницы довыясняли отношения до черепно-мозговой травмы. Все подробности этого ЧП не только подросткового масштаба в нашем материале. В палате травматологического отделения Виноградовской больницы 13-летняя Регина. Девочка показывает следы от ударов на голове. Это результат нападения старшеклассницы. Регина рассказывает, 15-летняя Анжелика накинулась на нее после урока в нашкольном дворе, где поджидала с группой подружек. По словам Регины, Анжелика не взлюбила ее уже давно из-за неких сплетен и с лета пыталась устроить разборки. Регина говорит, что никогда не воспринимала угрозы всерьез, поэтому никому и не рассказывала о них, пока не попала в больницу. Ей установлен диагноз черепного мозга, травма, струс головного мозга, забий, побои мягких тканин головы и черепной стенки. Станом на сегодня, стан детей задовольный. Все произошло вот на этом школьном дворе возле Вилоской школы. С учениками сейчас работают полицейские, общаться с детьми, якобы в интересах следствия запрещают. Директор говорит, родители Анжелики, которую Регина обвиняет в избиении, от комментариев отказываются. А вот о том, что такая жестокая драка может произойти в школе, учителя даже не подозревали. Она ни на что нам не скаржилась. Это первый такой случай. Я надеюсь, что еще таких случаев не будет. Как выяснилось, после произошедшего, в полицию с заявлениями обратились не только мама Регины, но и нападавшие Анжелики. Старшеклассница обвинила учителя информатики, который бросился на помощь Регине и разнимал девушек, в избиении. Педагог не скрывает, шокирован таким поступком Анжелики и добавляет, неизвестно, чем бы закончилась драка, если бы он вовремя не вмешался. Полиции по факту драки в школе начали уголовное производство. Проверяют заявления обеих учениц. А вот мама Регины просит у правоохранителей дополнительной защиты. Говорит, родители Анжелики угрожают расправой, если их семья не заберет из полиции заявление об избиении. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Раскрываемость растет, преступность падает. В МВД похвастались высокими показателями работы. По словам министра Авакова, за прошлый год правоохранители раскрыли на треть больше тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и резонансные убийства. А украинцы в 2017-м почувствовали себя в большей безопасности. Так считает Аваков. Грабить и воровать, по данным полиции в Украине, тоже стали на четверть меньше. По мнению министра, еще одно достижение ведомства – это рост доверия правоохранительным органам. Лидер в рейтинге – Нацгвардия. Согласно опросу, проведенному осенью 2017 года, ей доверяют более половины респондентов. А самый низкий показатель – у нацполиции. Чтобы улучшить подготовку патрульных в Украине, откроют полицейскую академию, обучение в которой будет длиться 4 месяца. Первый курс рассчитан на 200 человек. Кроме этого, министр сообщил, что в этом году на дороге выйдут патрульные новосозданных подразделений Крыма и Севастополя. В Кировоградской области на спасателей во время тушения пожара рухнула стена. Инцидент произошел в Светловодске. Бригада спасателей приехала на ликвидацию пожара. Двухэтажная постройка горела. Местный житель незаконно использовал бывшую котельную как цех по переработке древесины. Во время тушения несущая стена рухнула на двоих спасателей 22 и 28 лет. Оба сейчас они в больнице находятся с множественными переломами. Новый поворот в скандале вокруг одного из крупных агропредприятий Херсонской области. Подробности уже рассказывали о довольно комичной ситуации с охраной завода из-за долгих судебных разбирательств. Следователь ГПУ направил дежурить на объект людей довольно странной наружности. Причем бойцы этого отряда в спортивных штанах утверждали, что они убойщики снега. И никакой агрессии не проявляли. Но сегодня сильно избили охранника и препятствовали работе журналистов, которые пытались это зафиксировать. Все подробности в нашем материале. Поменять охрану на заводе по переработке СОИ по неизвестным кому-либо причинам во время недавнего визита на предприятие решил прокурор следственного управления Генпрокуратуры Александр Буковчаник. Судебные тяжбы с бывшим собственником, от которого завод перешел во владение банка, из-за миллионных долгов длятся уже долгое время. Буковчаник постановил охранять имущество предприятия. Во время досудебного расследования будет компания, которая, как оказывается, с 2011 объявлена банкротом. И теперь вместо квалифицированной охраны на проходное предприятие постоянно находятся сомнительные люди. Одеты странно, растянутые спортивки, кроссовки, никаких опознавательных знаков. Лица закрыты балаклавами, в руках палки. Ведут себя вызывающе, реагируют на журналистов агрессивно. Во время нашего прошлого визита дошло до угроз. Мы вызвали полицию, но повлиять на ситуацию правоохранители не смогли. Несмотря на сложившуюся ситуацию, завод продолжает работать в штатном режиме. На производство гореохранники не влияют. Но так ли это на самом деле, после выхода нашего материала в эфир, решили проверить журналисты интернет-ресурса «Зеркало недели». Поехали туда на объект, оказались там люди в балаклавах. Представляли, что они уборщики снега. Но потом, когда они говорили, что предприятие работает, здесь работники, мол, мы тут никому ничего не мешаем, все в порядке, мы приехали проверить это на самом деле, увидели развозку и просто ждали, пока из завода начнут выходить рабочие, для того, чтобы заснять, собственно, этот процесс. Далее утверждает Вадим. Неизвестные в балаклавах и затертых до дыр спортивных штанах начали вести себя агрессивно. Ничем никого не провоцировали. Общались исключительно вежливо и воспитанно, но, видимо, все-таки, словно звездные тетушки, вот так вот они себя проявили. То есть, внезапно открылись ворота, они вылетели, напали на охранника, повалили его на землю, начали его бусать. Захар, охранник, сопровождавший съемочную группу, подробно показывает, как охранники, назначенные прокурором ГПО Александром Буковчаником, напали на него, порвали куртку и били ногами. Они повалили меня на землю, немного попинали ногами, разорвали мне куртку, потом еще выскочили два человека, начали закрывать камеру. Журналисты «Зеркало недели» уже обратились в правоохранительные органы по факту нападения на съемочную группу. В свою очередь, мы просим Генеральную прокуратуру дать оценку действиям прокурора Александра Буковчаника, а также в следующем материале, который выйдет в понедельник, дадим правовую оценку сложившейся ситуации на заводе по переработке сои. Александр Васильченко, Василий Миновщуков, подробности специально из Херсонской области. Карлос Пучдемон хочет вернуться в Барселону. Партия бывшего каталонского лидера выдвинула его кандидатом на пост президента региона. В испанском МВД уже отреагировали на это заявление. Как узнаем от Елены Абрамович? Каталонский экс-президент Карлос Пучдемон впервые за 80 дней покинул Бельгию, где он прячется от испанских властей. Полетел на конференцию в Копенгаген. Мадрид грозился выдать повторный европейский ордер на его арест, но так этого и не сделал. В Дании Пучдемон признался, хочет вернуться в Барселону. Моя задача в ближайшие несколько дней способствовать демократическому восстановлению, которое позволит нам воплотить результаты выборов. Можно ли найти лучший признак демократического восстановления, чем мое возвращение? И участие в парламентских дебатах, которых ждут граждане и большинство политических групп. Без участия в дебатах Пучдемон не может быть избран на пост президента региона. Именно его кандидатуру на этой неделе выдвинули партии, которые выступают за независимость Каталонии и которые получили большинство голосов на последних выборах. Я знаю о судебном и личном положении господина Пучдемона, но я также осознаю его абсолютную легитимность стать кандидатом. Мой долг как спикера каталонского парламента сделать все, чтобы убедиться, что все члены палаты могут свободно выразить себя как представители воли народа. На разговоры о возможном возвращении Пучдемона отреагировал министр внутренних дел Испании. Заявил, пусть беглец даже не пытается пробраться в страну. Мы разрабатываем операцию, чтобы этого не произошло. Будем следить, чтобы он не смог пересечь границу даже в багажнике автомобиля. Напомнил Пучдемону о тюрьме в случае возвращения и случайный испанец, который заметил его на завтраке в Копенгагене. Молодой мужчина подошел к каталонскому лидеру с испанским флагом и попросил поцеловать его. Пучдемон выполнил просьбу с улыбкой и заверил, Никаких проблем с Испанией у него нет. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Почему улицы Парижа атакуют крысы? Зачем Дональду Трампу золотой унитаз и холодильник за 24 миллиона? И как живется арестованным саудовским принцем-коррупционером? Обо всем этом прямо сейчас. Битвы за нутеллу. Из-за скидок на шоколадную пасту в магазинах сети супермаркета Винтермарше возникли очереди, давки и даже драки. Цену на самую большую баночку снизили с 4,5 евро до 1,5. В один из магазинов пришлось вызывать полицию, чтобы разнимать покупателей сладкоежек. Акцию продлили на все выходные. Наводнение в Париже. Уровень воды в сене скоро достигнет 6 метров. В прибережной зоне затоплены подвалы домов. Лувр закрыл несколько экспозиций. Из-за наводнения страдают и подземные обитатели французской столицы Крыцы. Их полчища в поисках жилья заполонили Париж. В метеослужбе заявили, в эти выходные уровень воды достигнет максимума и больше подниматься не будет. Золотой унитаз для Дональда Трампа. Такое предложение сделал американскому президенту музей Гугенхайма в ответ на просьбу Трампа одолжить в Белый дом картину Ван Гога. Сотрудники музея отметили, экспонат рабочий и готов к использованию. Он называется Америка. Это сатира на чрезмерное богатство в стране. На предложение музея в Белом доме пока не ответили. На борту номер один, которым летает Трамп, установят холодильники за 24 миллиона долларов. Заменить планируют две из пяти холодильных камер. Они работают с 90-го года, когда самолет главы государства поступил в эксплуатацию. В рефризаторах должны помещаться 3000 обедов на случай форс-мажорной ситуации. В Японии хакерам удалось похитить криптовалюту на сумму 400 миллионов долларов. 526 миллионов единиц криптовалюты NEM пропали со счетов криптобиржи Coincheck. Представители биржи пока не знают, как взломщикам это удалось и пообещали компенсацию. Кражу назвали крупнейшей с момента появления цифровых валют в 2009 году. Около миллиона долларов прибыли за несколько дней принесла гигантская батарея Тесла в Австралии. Это самый большой литий-ионовый аккумулятор в мире. Батарею установили в декабре прошлого года, чтобы решить энергетические проблемы штата Южная Австралия. Она уже полностью работает, большая часть энергии идет в резерв на случай аварии, остальное на продажу. Со слонами лучше не связываться. В Кенийском заповеднике на видео удалось снять бой льва и слонихи, которая защищала своего малыша. На слоненка, идущего за матерью, неожиданно напал лев. Однако слониха с ревом бросилась на хищника. Царь зверей был вынужден отступить. Львы крайне редко охотятся на слонов. Только если он один, его некому защитить. Как живется в золотой клетке, рассказал саудовский принц, арестованный по подозрению в коррупции. И вместе с другими коррупционерами Аль-Валид и Мталал живет в апартаментах класса «Люкс» отеля «Ритц Карлтон» в Эррияде. Под стражей чувствует себя как дома, ходит на прогулки, плавает в бассейне. Его посещают родственники и личный парикмахер. Миллиардер уверен, скоро его оправдают, поскольку против него не выдвинуто никаких обвинений. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok